Она наслаждается жизнью, она хочет быть счастливой. Мужчины берега, помогают. Какое рождение более благоприятное, женское или мужское? Мужское более благоприятное, век, говорю. Потому что мужчина, он создан для работы над собой. Он должен побеждать судьбу, аскезы совершать, быть берегами. А женщина рождена для счастья. Так? Мужчина для развития рожден. Видите, мужское рождение более благоприятное, а женское рождение должно быть более счастливым. Мужское должно быть более благоприятным. Если мужчина правильно живет. Мужская жизнь предназначена для того, чтобы пожертвовать собой. И он тогда будет счастлив. У меня вопрос ко всем. А вот если женщина счастлива, муж будет счастлив или нет? Берега будут счастливы, если жена счастлива? Да. А? Да, да, да. Я счастлива. Кто-то считает, что нет? Ребят, 50. Ну вот жена счастливая, муж будет счастлив или нет? Больше степени. Ну как в большей степени? Это цель его жизни. А? Это же цель его жизни. Да? А для чего? Что нет? Цель жизни человека — достичь Бога. Итак, у меня к вам вопрос. Вот женщина счастлива, муж будет автоматически счастлив или нет? Да, да, да. Но он заслуживает. Да, да, да. И собака, и кошка, все будут счастливы. Дети, да, если женщина счастлива. Да, несчастлива. А? А если вы все-таки несчастливы, по-прежнему счастливы? Это значит, она ему не служит. Она для себя, значит, живет. Не заботится о ней. А если муж садик, несчастливы? О, это плохо. Это плохо. Да, бывают мужчины, говорят, ты что так валяешься, спишь? Что самое вкусненькое себе выбираешь? Вы знаете, когда ей садимся, как вы думаете, моя жена сначала в чью тарелку смотрит? Свою или в мою? В вашу. А? В вашу. В мою. Да. В свою. Она сначала смотрит в свою? Нет. В вашу. В мою. Почему? У кого больше? Что там у вас в танк вкусный, как вы взяли? Нет. Там положено то же самое все. Почему в мою? Служат вам, как они влюблены? Служат мне. Да ладно, прекратите. Она уже все приготовила, положила. Почему? Нет. Я не садился. Она смотрит в мою тарелку, потому что у женщины она не знает сначала, что ей понравится. Мне все время все меняется. Она попробовала все. И ей понравилось вот это. Вот это, допустим. Все остальное она есть не хочет. И только вот это понравилось. И она сразу это берет в моей тарелке, потому что мне все равно жрать что. А ей вот это только понравилось. И остальное она не будет. Я потом могу, если хочу, и у нее доесть там все, что осталось. Женщина, она живет для счастья. Поэтому она не кушает, она пробует. Вот если женщине дать, она так. Она пробует, не ест. А мужчина что делает? Жрет. Жрет он. Ему нужна сила в пище. Он ее поглощает. Он для сил, чтобы быть сильным. А женщина? Поэтому она в моей тарелке сначала быстро съела, потом свою началась. А как понять, что женщина живет для себя? Если женщина живет для себя, останется одна. А как понять, какие признаки для себя? Какие признаки? Она не заботится ни о ком. Он там, муж голодный, дети голодные, ей пофиг. Это значит, что она останется одна. Потому что Бог женщине дал... Знаете что? что когда с ней близкие живут, она чувствует их боль. Вот мужчина не чувствует боль женщине, а женщина чувствует боль. И поэтому женщина не может поесть, пока она не накормит всех. Ей неприятно. Она вот так всех накормила, все успокоились, и тогда она садится кушать. И мужчина, я хочу вам сказать одну вещь. Когда женщина садится кушать, не подходите к ней. Пожалеете. Себя. Пожалеете себя. Но женщина, когда садится кушать, ей хочется быть одной, чтобы никто ее не трогал. И тогда она будет счастлива. Извините, а как будет, если говорят, что ты спишь, а что ты очень там в последнем, как ты съела? Ты можешь такое говорить. Как вы думаете? Значит, на берег разлуки надо, на берег разлуки уходить. И так у меня был вопрос к вам. А женщина понимает, что когда она счастлива, мужу тоже хорошо или нет? И она это использует в жизни? Мало. Мало? Давайте послушаем песенку. Теперь у меня к вам вопрос, женщина. А мужчина, он ласковый вообще по природе или нет? Нет. Нет. Ну, допустим, мужчина с мужчиной встречается. Такой. Привет, привет, как у тебя дела там? Или маленький мальчик, он папу как любит. Он подбегает к нему и в колено ему так. И дочка говорит, ты что папу бьешь? Он говорит, я его не бью, я его люблю. И опять в колено ему. То есть ласковый мужчина по природе? Нет. Он нежный? Бережный? Нет. Нет. Жена одела новую какую-то одежду, я пошел и там зацепился за угол, короче, карманом. Она такая смотрит на меня. Ты чего, говорит? Я говорю, я не знаю. Это же новая одежда. Я же тебе выбирала. Знаете, женщина, как трудно выбирать, она же все выбирает, чтобы было идеально. И вот пошел. Женщина страха в всех глазах. Они смотрят на меня со страхом. Страшно им это как бы. Да, страшное дело вообще. Что такое может быть вообще? Конечно, она поет. Будь со мной ласковым, будь со мной нежным, будь со мной бережным, будь со мною прежним. Мужчина прежний, он постоянно меняется, женщина прежняя, она всегда остается одинаковая. Мужчина меняется постоянно. Говорить счастливые, глупые слова. Мужчина склонен глупые слова говорить. Когда мы убьем, да. Понятно? Это она хочет от него чего? То, о чем я вам уже второй день рассказываю. Я говорю, на лекции, но я говорю, в отношениях нужно делать все из шутки, из того, чтобы приятно было близкому человеку, а не тебе. Вот женщине привятно, чтобы бережно, вот и веди бережно себя, с ней ходи аккуратненько дома на цыпочках. Женщина, вам нравится, если муж аккуратненько так дома ходит на цыпочках? Нет, наверное, не нравится. Она обожает. Не нравится. Нравится? Вот если муж ходит на цыпочках дома, ей так нравится. Да, женщина? Он вообще не шумит. Он не лает, не кусает. Он походит, не бросает. Вот это воспитание. И на кошек. Но внимание. И смотрит, человек, собаки, друг. Знаменит все вокруг. Он старается, ходит на цыпочках, говорит ласково женой. Мой хороший, как ты себя чувствуешь? Все время говорит вот так. Нравится? Нормально? Или нет? А? Напрягает. Вас напрягает? Конечно. Мужчина должен быть мужчиной. Нужно быть расслабленным домом. Так, давайте и подходите сюда. Нет, что вам сказать? Нет, подходите. Ничего сказать не надо. Он же должен расслабиться дома. Могут тебя, конечно. Как вас зовут? Мария. Здравствуйте. Мариночка. Вы такая хорошая. Такая искренняя. Вы что, не видели ласковых мужчин, что ли, в своей жизни? Нет, мне нравится мой муж. Но когда он говорит тихо, это означает, что я перегибаю палку. Какой он у вас хороший, да? Он у вас такой добрый, правда? Ну, он старается. Все, садитесь на место. Извините. Я могу идти. Вам подразить в конце? Ну, нет. Ну, вот так строго сказали, я же не могу. Ну, давайте я вам дам. Да, мы дам. Просто я вам, ну, как бы мы с вами поговорили о чем-то, я просто вам сначала сделал так, как вот я рассказываю на лекциях, а потом я вам сказал, как я обычно говорю. Вы так не говорите обычно. Откуда вы знаете? Садитесь, будьте счастливы. Давайте я вас благословлю. Это хорошее такое. Знаете, она на самом деле, что мне сказала? Она так любит своего мужа, что она готова ему позволить быть строгим, представляете? Это уже развитые отношения. Но если говорить, что нравится женщине, что не нравится, то я вам рассказываю, что нравится. Видите, я с ней начал так говорить, и ей очень понравилось. Когда я начал, как обычно я себя веду. Женя только знает. Никто, 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 я Женя, никто знает. Я себя обычно веду. Он даже напрягается, не то женщина, даже мужчина напрягается. Мой помощник. Вот. Я же с вами так себя не веду, правда. Ласково, нежно, по-доброму. Он, Алексей, вот меня вез, он знает, как я с Женей разговариваю. Нежно, ласково, Алексей или нет? Ласково я с ним разговариваю? Не очень, да? Видите, мужчина по природе строгий. Но если он с женщинами ласково себя ведет, значит, он правильно делает. Но если женщина позволяет мужу быть строгим, это значит, что она его любит, она старается. Это очень то, что я на лекции говорил. Я сначала говорю, как мужчина должен себя вести, потом рассказываю, как женщина должна себя вести. Она должна стараться вдохновлять мужчину. Если он что-то серьезно говорит, кивать головой. Вот это означает, что любит женщину уже. Но все это надо делать в шутку. Знаете, почему в шутку? Как еще раз вас зовут? Мария. Мария, знаете, почему в шутку? Мероятно, да. Но всем легче, люди расслабятся. В шутку, потому что, Мария, потому что если вы не в шутку будете соглашаться с мужем, у вас взорвется голова. Потому что вы его строгости не выдержите. А вот если вы в шутку, вот тогда, ну, хорошо, да-да-да, и в шутку. Тогда его строгость вообще вас никак не дотронется, понимаете? Вот ведите в шутку с своим мужем, и ему будет нравиться, он будет это как любовь воспринимать. И вам будет хорошо, потому что если вы по-серьезному, вот вы думаете, я верна мужу, значит, я должна его строгостью впитать себя. Да вы вас взорветесь нафиг. Женщина не может выдержать энергию строгости вообще. С ней строго говорит она, и вот так колючит. Все. Поэтому он строго начинает, что-то говорит, да-да-да-да-да-да, сейчас сделает все. Шутку. Вот это называется любовь. Понимаете? Поэтому, говорю, любовь живет так в атмосфере шутки. Итак, женщина сначала от мужчины хочет то, чего не свойственно ему. Представляете? Вот она начала искренне говорить, чего она хочет от мужчины, женщины. И она сначала хочет от него не то, что он по природе, а то, что приносит счастье. Вот у меня к женщине к вам вопрос, это вопрос на засыпку. Это как мужчины вас обманывают. Хотите, я вам расскажу? Вот вы говорите, что вам нужен человек ответственный, серьезный, да? Чтобы он сказал, сделал. Вот вам такой нужен, да? А вы когда знакомитесь, вы на что обращаете внимание? Вот он ответственный, серьезный. Вы замуж за него пойдете? Нет. А за кого вы пойдете замуж? Если он нежный, ласковый, добрый, так? Смешит. Если он говорит с вами нежно, по-доброму, ласково, то вы сразу в него влюбляетесь после этого. Вы влюбляетесь в какого-то человека, который вас понимает, то есть относится нежно, ласково, по-доброму, так? И есть мужчины, которые вообще безответственно, им пофиг. Они просто поняли, что женщине вот это нравится. И они начинают так разговаривать, влюбляют себя женщину, потом пользуются и выбрасывают ее. В том следующем. Евгения Онегина, почитайте. Онегин, добрый мой приятель, родился на бега. И, может быть, бывали вы. Ну и вот он так развел девушку жестко. А потом она мудрее стала, вышла замуж за нормального человека, которого полюбил на самом деле. Ну, она любила его. И после этого, ну, как она вот такие нежные, ласковые отношения запомнила на всю жизнь, и все равно его любила. Но совладала с собой. И потом он ей телеги катал. Она ему письмо на три страницы написала, а он ей потом на пять написал. Понимаете? Потому что женщине нравится именно не серьезность, а вот эта шутка, когда мужчина нежно, ласково в шутку себя ведет. Вот это и есть любовь, мои хорошие. И мужчины разводят женщину вот этим, если они знают, что такое любовь. А надо не разводить, а жить так. Надо так с женой себя вести. И она это больше всего воспринимает. А потом, после этого, конечно же, ей нравится, чтобы мужчина был еще и мужчиной. Мужчины спрашивают. Мужчины, вот, допустим, вот вы. Да. Вот жена всегда веселая, такая, красивая. Вам это достаточно? Вполне. А вам дальше? Очень. Очень достаточно. Мозг не выносит, да. Настроение хорошее, всегда веселое, красивое, всегда. Достаточно мужчин? Кому недостаточно? Я подумал, чуть-чуть недостаточно. Побойся Бога. Представляешь, если она сейчас невеселая будет и некрасивая, что это тогда тебе, канат? Еще чуть-чуть. Красавица. Еще что? Разная. Какая? Разная. Разная? Не волнуйтесь, вы с ней не будете скучать. Вот мужчина, он когда один, он, помните, этот мультик про, там, Виа Муромец, там, Змей Горыныч, там, Доброникичич, там, есть такая серия, когда царь такой лежит и говорит, что-то скучно стало. И дальше шамаханская царица появилась. Скучная жизнь сразу прошла. Когда женщина появляется, мужчине уже не скучно. Она ему всегда будет создавать сложности. Женщина, как появляется, скучно перестает быть. Она всегда разная. У нее настроение меняется постоянно. Хочу в кино, не хочу в кино. И женщина ничего с этим не может сделать, потому что у нее от фаз Луны зависит настроение. Вот сегодня настроение сейчас хорошее, хочу, 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 хочу в кино. И важно, чтобы я хотела в кино, когда надо идти в кино. Она знает это. Хочу, 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 хочу. Блин, не хочу. Она же не может пойти в кино и не хочет. Она говорит мужу, мы в кино не пойдем. Он говорит, ну, билеты купили. Это по блату досталось, я доставал, там старался. Она говорит, не пойдем, не хочу в кино. И он такой, блин, Вась, лучше забирай билеты. Она такая, не, не, все, хочу. Ты что, дура, что ли, обваля? Она не дура, она женщина. Видите, надо друг друга изучать. Я что-то не так женщиной сказал про вас? Я же вас изучаю. Все правильно? Или нет? Правильно. И так любовь живет в атмосфере служения. Вот как женщине служить? Надо очень ласково, нежно себя вести. Если, допустим, мужчина так делает, и женщине очень приятно. Но она, конечно, хочет, чтобы он так же чувствовал себя комфортно. Что иногда он может строго сказать, допустим, это из благодарности она хочет. Чтобы он не терял себя, чтобы он не стал слабым. Как это? Есть мудрость такая ведическая. Один мудрец построил всех своих учеников и говорит, сейчас мы будем изучать мудрость. Сделайте шаг вперед, все из вас, кто подчинен своей жене, в своей воле. Что понимают, что по-другому нельзя жить. Иначе семья разрушится. Не третирует свою жену, относится спокойно, дает ей возможность быть счастливой. И все почти ученики вышли, делали шаг вперед. Один только не сделал. Он подошел к учителю и говорит на ушко ему, ты что, правда контролируешь свою жену, и она счастлива, и все, ты так с ней все ведешь. И ученик такой, на ушко учителю говорит, мне просто жена сказала, что ты здесь не позволял себя унижать никогда. И я слушаю все. В итоге все. Потому что по-другому не получится. Потому что женщина хочет быть счастливой. И поэтому она не может позволить такого, чтобы муж ее зажимал в этом вопросе. То есть она хочет быть счастливой и все. Но мужчина должен ограничивать свою жену. Вот допустим, он не должен ее пускать одну в Сочи отдыхать. Почему? Почему нельзя жену отпускать одну, поехать в отпуск? А? Ну и что другие мужчины? Соблаза может быть счастливой. Нельзя, потому что женщина, она имеет подчиненную природу. Вот если человек очень хороший, там она посидела в кофе, поговорила в кафе, и он начал за ней ухаживать, она не может, и она одна, она не может от его влияния отвертеться. Ее начинает захватывать эта вся сила. И она не хочет, она хочет сохранить семью, у нее дети, муж. Она честный человек, как женщина, но она слабая. И если продолжается влияние, она поддастся воле, так? И изменит мужу своему, и разрушит семью. Так ведь происходит? Да. Что нет? Где никто? Нет. Где нет? Поднимите руку. Вы не так, да? Не подадитесь? Ой, не зарекайтесь, моя хорошая. Лучше молитесь Богу, чтобы муж вас контролировал всегда. Видите, вот он контролирует, поэтому она говорит, что я так не бывает. Муж контролирует полностью, никуда не пускает. Я об этом и говорю сейчас. А? Конечно, контроль жены должен быть правильным, разумным. Надо смотреть, где пускает, где не пускает. Поэтому берега должны быть достаточно широкими и крутыми. То есть женщина не должна перетекать через берега. Она не должна переходить через волю мужа. Если она это делает, она разрушает свою семью. Муж должен позволить жене течь. Вот, допустим, если он преграду ее желанию поставил, говорит, детей у нас не будет. Преграду поставил, плотину. Ну, жена очень любит мужа, что дальше будет. Она начинает набираться желания у нее. Она же из желания соткана. Желание начинает набираться. Вода прибывает. Так? Если больше, 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 больше ребенка хочется. Плотина стоит. Нельзя детей иметь. Дальше что будет, какие варианты? Прорвет. Прорвет означает, заставит его, хотеть истерики там, заставит его убрать плотину. То есть она прорывает, течет. Второй вариант. Она поднимается выше, плотина очень высокая, выше берегов. Она поднимается, поднимается и так, в поле. Ну, то есть пойдет в другую сторону, да, потечет. То есть лучше ей от этого будет или нет? Она в поле потекла, чего дальше с ней будет? В землю впитается. В землю впитается. То есть может вообще в течение жизни ее прекратиться. Третий вариант. Она обтекает. И течет дальше. Как это получается? Другие берега оттекает. Да нет, кто мужчина, не знаете, как обтекает, что ли? Просто не сработали противозачаточные средства. Внезапно. Внезапно. Забеременела? А это не получается, что она как-то мужа слушалась и предала ее. Как муж говорит, ты же должна слушаться меня. А ты все равно продолжаешь... Нет, не получается. Потому что семья создается для рождения детей. А мужчина, который не позволяет этому делать, грешник на самом деле, потому что он... Семья только для рождения детей создается. А если человек хочет наслаждаться женским телом и не рождать детей, то это большой грех. А она помогает ему стать праведником. А если не про детей, я могу не понимать. А я именно про детей сейчас... Там же два процесса. С одной стороны, душа, она соединяется с сперматозоидом, она хочет воплотиться, и она огибает препятствия все. С целью достичь яйцеклетки. Ну, чтобы родиться. Если женщина еще душе помогает это сделать, и как бы препятствия, допустим, там, дырявые, тогда она, Бог угодно, дело делает. Понятно? Нет? Чего не понятно? Обманула? Ну, что он не хотел детей? А если она бы не обманула, развалилась бы семья? Так не развалится. Потому что мужчина ради семьи может отменять свои желания. И свои правила может отменять. А женщина свои желания отменять не может. Вот если она хочет детей, она будет хотеть всю жизнь. И если она, не дай Бог, останется с ним на всю жизнь, она ему потом в старости весь мозг съест. Нафиг. Понятно? Поэтому если она огибает, вот уже невозможно, что сделать, она огибает плотину. Если это желание является Богу угодным ее, то тогда она делает правильно. И даже если, допустим, он говорит, я тебя с ребенком бросаю, бросаю, это его проблема, не ее. Потому что он как грешник себя ведет нечестно по отношению к этой женщине. Взял замуж, нужно действовать женщине. Бывают грешные женщины, которые не хотят детей, напряги не хотят в жизни. Это их проблема еще. Мужчина тут ни при чем. Но если женщина хочет детей, значит, надо ей дать возможность такую. Женщине надо две возможности. Если мужчина не хочет в ад, он должен две вещи сделать для женщины. Он должен расписаться с ней и дать ей ребенка. Женщины все злобают. Вам понравилось это, что... Итак, мы с вами говорим о любви. Почему лекция называется «Личные границы»? Потому что если вы не выстроите отношения правильно, то границы выстраивать бесполезно. Когда нет любви, то хоть вы дальше от человека, хоть ближе, все равно жизни никакой не будет. Вы будете несчастными. В этой семье. У вас не будет счастья, потому что вы не знаете, как течет любовь. Вам хочется постоянно объяснять отношения, отстаивать свою правду, доказывать, ждать искренности от человека. Чтобы он искренне прям себя ведет. А искренность только с Богом возможно. Мы все несовершенны. Только с совершенной личностью может быть искренность. Вот если у вас есть духовный наставник, он святой, вы можете с ним искренне отношения спеть, потому что он искренний. А люди обычные, они имеют недостатки, с ними невозможно быть полностью искренним. Но можно зато очень с ними шутить, нежно себя вести, ласково, с мужчиной уважительно надо себя вести. Это все делать в шутку. И потом, когда он на самом деле вырастет и станет сильным, вы тогда по-настоящему будете уже его уважать. Со временем. Вы сначала вкладываете в него эту энергию, вот этим шуточным поведением. Или, допустим, женщина, вы все время говорите, какая ты у меня прекрасная. Знаете, как она расцветет? Она станет очень красивой от того, что вы так говорите. И вы по-настоящему увидите, что она такая. Потому что женщина, она рождена, чтобы быть красивой, а мужчина рожден, чтобы быть сильным. Надо человеку просто помочь это сделать. А что касается личных границ, мои хорошие, знайте, что это самое сложное в жизни. Сложнее ничего нет. Когда есть отношения, есть любовь, и пришло время, трудности, когда приходит тяжелая судьба, люди обычно не справляются с этим, потому что они хотят только наслаждаться жизнью. Они не понимают, что когда приходит тяжелая судьба, нужно в это время учиться самодостаточности, учиться побыть одному, учиться не зависеть от близкого человека, потому что эта зависимость разрушает отношения. Есть такой вид тяжелой судьбы, называется жесткая судьба. Жесткая означает, что она сильнее нас. Вот все семьи рушат судьба. Не муж рушит, не жена. Рушит энергия, которая встает между ними. Между ними что-то встает, и у них все разваливается. А это то, что между ними встает, не дает им наслаждаться друг другом. Заканчивается холод в отношениях, появляется. Или сильная раздражительность, или разочарование в близком человеку, появляется. Там действует судьба. Есть такой вид судьбы, он как учит. Вот, допустим, если вы пытаетесь прояснить отношения, лезете к близкому человеку, то вы обязательно разрушите семью. Вот, если у вас сейчас наступил такой момент в жизни, что каждая беседа, которую вы попытаетесь заводить друг с другом, заканчивается скандалом всегда, как бы вы ни говорили ласково и нежно, всегда все заканчивается руганием, значит, вам в жизнь пришла жесткая судьба. И принцип очень простой действия с этой судьбой. Надо просто переждать.